Итак, первая фаза Фаза достаточно важная Его можно охарактеризовать как начальный импульс, взрыв, старт и так далее Именно этот импульс и позволяет дать ход удару, начальный ход Внизу универсальной стойки Средняя дистанция, без подшага Плечи опущены, расслаблены Соблюдаем всю структуру боевой стойки Это уже практически почти боевая стойка И фаза старта Импульс даем в классическом варианте от ступней ног Итак, стоечка И вот это движение Чуть-чуть разворачивается стопа Волень, колено, бедро И импульс подаем в таз Что нам дает, что нам дает вот этот импульс Выброс стартовый Выброс руки То есть импульс для выброса руки Импульс, который проходит через стопу, колено, бедро Таз, корпус, плечо, кулак Вот этот импульс Больше основывается не на биомеханике Хотя безусловно Кинетическая цепь основывается на механике Но вот качество этого импульса Больше зависит от нервной системы От готовности Нашей психики Нанести удар Этот импульс основан больше на Больше находится в эмоциональной сфере И вот этот старт В принципе У серьезных грамотных наставников Разучивается Различными сигналами Визуальными и слуховыми Это могут быть свистки Это могут быть хлопки Это может быть прикосновение партнера или наставника К телу адепта И по этой команде условной И начинается вот этот стартовый импульс Это очень хорошие грамотные методики Которые достаточно быстро Способствуют Выработке вот этого навыка Стартового взрыва Желание произвести удар Из абсолютно расслабленного состояния Внимательно Мобилизироваться Мобилизироваться Для произведения определенного действия Ну в частности Удара И вот это первая фаза Стартового импульса Вторая фаза Это промежуточная На ней мы останавливаться не будем Это уже фаза Когда рука преодолевает Определенную траекторию По вектору Того или иного технического приема Или это прямой удар Или это боковой Или удар снизу И так далее Тому подобное Чем расслабленнее И спокойнее Мы будем До вот этого момента Наше тело и психика Тем качественнее Будет произведен Вот этот стартовый импульс Малейшее Напряжение И закрепощение Уже отбрасывает Достаточно большой процент Полезного действия Если мы будем закрепощены То соответственно Вот этот стартовый импульс Будет некачественным Абсолютное должно быть расслабление Тем более Если мы отрабатываем это На снаряде Абсолютно комфортных условиях Снаряд нам сдачи не дает Никто сбоку сзади Нас не бьет Не тревожит Никаким образом Мы полностью сконцентрированы На себе На своих телесных И психических Ощущениях То мы должны Вот этот стартовый момент С абсолютно расслабленного Спокойного Можно даже сказать Умиротворенного состояния Для качественной тренировки Вот это очень важный аспект Научиться абсолютно Расслабленного состояния Подать вот этот Стартовый импульс Следующий момент Я думаю Это азбучные истины И любой адепт Даже с минимальным опытом А тем более Наставники Тренера Знают Что удар Производится Во всем своем Движении Не с одинаковой скоростью Удар не может Произведен С одинаковой скоростью На всем протяжении Своего пути Особенно если Это удар прямой Боковой удар Позволяет В общем-то Нанести его Более-менее Одинаковой скоростью Опять-таки Если хороший Да Первоначальный Стартовый импульс Прямой удар Не позволяет Себе такую Ростку Нанося прямой удар Мы должны Увеличивать скорость От старта И до финиша Скорость идет По возрастающей Иначе Не будет тот эффект При любом ударе Который Мы должны Ожидать И мы вправе Ожидать Итак Первая фаза Это стартовый импульс Промежуточную Я не рассматриваю Потому что Оно идет уже Это уже Производная От старта И сейчас Мы рассмотрим Третью фазу А вот Третья фаза Очень интересна Поскольку Она и завершает И Дает нам Вот этот Эффект Проникновения Пробивания Если можно Так сказать И в целом От него И зависит Завершающий Эффект Удара Если мы Не доработаем Последнюю фазу Вот этот уже Взрыв Тоже определенный взрыв Как стартовый взрыв Можно его так Образно назвать Так и Взрыв на финише Если мы Не будем Это Не сможем Это сделать То мы Потеряем Весь потенциал Который Был накоплен От старта Эффект удара Поглотится Поэтому Мы сейчас Более подробнее Остановимся Именно на Третьей фазе На фазе Которая Позволяет Провести Нам Пробивной Удар Удар Который Своей Энергией Мощью Силой Потрясает Оппонента Продолжение следует...